Человек, не один раз смотревший на нашу планету с расстояния сотен километров. Тот, кто видел космос и во сне, и наяву целых три раза. Кто на вопрос, мечтали ли вы в детстве стать космонавтом, всегда смеется, говоря, что он им и стал. С детства Владимир Коваленок мечтал быть летчиком. Выбор профессии состоялся в 1957 году, когда в космическое пространство полетел первый искусственный спутник. Полетел спутник, вот решил стать космонавтом. Самое простое, решил стать и стал, ну что там особенно. Тут самое главное захотеть, может сейчас труднее, там надо ЕГЭ сдавать и прочее. А там сдал, зашедшую среднюю школу, решал проблему, кто порезет в космос. Врачи или летчики, ну думал, что врачи, потому что в газетах люди в белых халатах. Я поступаю в Рейнграде в медицинскую академию. Ну потом кто-то мне сказал оттуда, что нет, летчики будут. Я переезжаю в Балашов, снова поступаю в летное училище, ну как видите, вот угадал. В заводском музее Владимир Коваленок в сопровождении директора региональной общественной организации содействия развитию космонавтики Вячеслава Смоленко выполнили приятную миссию по вручению ведомственных наград агентства «Роскосмос». И первым этой честью удостоился генеральный директор корпорации ВСМПО «Висма» Михаил Воеводин. За активное творческое участие в реализации космических программ и проектов в создании и эксплуатации образцов ракетно-космической техники знаком Королева награждается Воеводин Михаил Викторович, генеральный директор корпорации ВСМПО «Висма». Теперь такой есть и у первого заместителя генерального директора Николая Мельникова. Представителям директората вручали награды разного уровня. Это и знак Королева, орден Циолковского и орден Юрия Гагарина. Дважды герой СССР, генерал-полковник авиации Владимир Коваленок и сам не раз видел человека, первым покорившего космос. В общей сложности Владимир Коваленок провел на орбите 217 дней. На вопрос, где лучше, Владимир Васильевич ответил, что в космосе, конечно. Там жена не пилит. И вообще он оказался человеком с чувством юмора. Кстати, насчет ЕГЭ. Сейчас будете... Я сейчас на данном почву увольнения работаю проректором Российского государственного социального университета. И в течение двух суток у нас был такой инсамбль международный. Семья и будущее. Так вот, очень страшные выводы сделали, что человечество на всех континентах идет медленно, но к убыванию. И выступает с Пермского края представитель... Как он, это, должность-то священнослужительная? Мусульманин. Говорит, нашими детьми сегодня навесило пять опасностей. Вот вы ни за что не догадаетесь, какая первая? Хурсенко. Хурсенко, говорит, потому что он издевается над детьми. Торжественную церемонию награждения сопровождали кадры из фильма про космос. А приятным подарком музею корпорации стала книга «Орбиты жизни». Ее космонавт написал собственноручно. А подарочные экземпляры украсил своим автографом, тщательно выводя пожелания салдинцам. Продолжение следует... Продолжение следует...